Приветствую вас. Неуверенность в себе и боязнь общества, вещи, я бы сказал, достаточно разные. То есть неуверенность в себе и суть сомнения в себе. Именно сомнения такие. А страх перед людьми другими это такая комплексная история. Больше, когда человек, например, боится оценки, боится, что о нем подумают, боится себя как-то репрезентовывать. Это в принципе тоже следствие неуверенности в себе, но, так сказать, все равно производное в некоторой степени. Вот. И я не думаю, что вы будете оприцать то, что люди, которые не уверены в себе, далеко не все, они, к примеру, боятся общества, да. А люди, которые боятся общества, они практически, ну, они практически все, практически все неуверенны в себе. Вот. В той или иной степени. Даже если, там, ну, даже если не готовы это, допустим, допустим. Вот. Поэтому тут очень важно отделить одно от другого и все-таки рассматривать проблему в той хронологии, в какой она представлена. Вот. Это первое. Значит, ну и соответственно, исходя из того, что я вам сказал, вы можете примерно представлять, какие проблемы лежат в основе вот этого из-за страха перед общества и перед людьми. Вот. Если больше, ну, если больше внимания, больше ресурсов уделять именно себе, если больше ресурсов, больше внимания уделять именно своим чувствам, да, своим переживаниям, своим эмоциям, своим собственным ощущениям. Если корректно, вот я подчеркну, да, я подчеркну, если корректно сформировать для себя какие-то вот моменты, и самоотвердиться в этом, самоотвердиться в этом, самоотвердиться в этом, отбрасывая все ненужные, эм, все деструктивные, все вредные, эм, так сказать, установки представления и мысли, опять же определившись, эм, с тем, допустим, эм, для чего они вам, опять же, да, у этого есть, эм, свои причины, почему, вот, эм, ну, почему человек, эм, ну, думает о чем-то, почему человек, эм, имеет, вот, эм, какие-то, негативные мысли, вот, эм, они у него, эм, формируются, эм, в результате, эм, определенных, определенных взаимодействий с окружающими, вот, эм, сейчас-то, сейчас-то, эм, в результате детско-родительских отношений, которые, эм, являются, ну, эм, чуть ли не такой, от новополагающей истории, в этом вопросе, вот, а, и, соответственно, эм, с этого вам и нужно начинать, ну, начинать. И дальше, когда вы будете больше внимания уделять именно себе, когда вы, эм, больше, в большей степени будете полагаться на себя, то, ситуация вполне может, эм, улучиться, ситуация вполне может стать, эм, легче, и вы, не, уже не будете, эм, так, так, вот, болезненно, болезненно на все реагировать, как сейчас, например, эм, вот, такая, примерно, история. Тогда, опять же, вы обратите внимание, что, эм, описываете вы в своем, эм, тексте, эм, только, эм, следствие. Вы не описываете в своем, эм, тексте, причину. А, то есть, причин нет, есть только следствие, вот, что у меня неуверенность, что у меня страх людей, вот, и, то, из-за этого я не могу, там, ходить туда-то, делать то-то, и так далее. Вот. Ну, на самом деле, вам достаточно было бы написать просто, что, вот, у вас страх перед, перед, людьми, допустим. А, и этого, в целом этого было бы, ну, наверное, достаточно. Вот. Вот. Потому что, интересует нас не, эм, то, как это у вас проявляется. То есть, как проявляется, в принципе, проявляется всех, практически, одинаково. Вот. Это, скорее, причина. Потому что причины, краски, могут быть, эм, разными. Вот. Ну, об этом вы ничего не говорите. А жаль. На этом всём, я надеюсь, что помог вам. Эм, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, эм, за его оценку, эм, в качестве лучшего. Я вам хочу пожелать удачи. Я хочу, что, хочу сказать, что, проблема ваша решаема. Если она, эм, такая вот, ну, если она достаточно, серьезно, да, то есть, если вас достаточно, эм, серьезно, эм, напрягает, эм, то, что с вами происходит, то он имеет смысл обратиться к врачу, может быть, хоть вам назначили какие-то препараты, а там уже и психотерапия, в общем и целом, проспеет. И поможет вам. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится.